Маски сброшены. В Дагестане официально отменили требования на ношение медицинских масок. Самая грязная вода в Махшкалинских пляжных зонах. О результатах исследования регионального Роспотребнадзора расскажем через минуту. Охотник за канализационными люками. Полицейские задержали молодого жителя Каспийска, который нашел необычный способ заработать. Призовой фонд – миллион рублей. В селении Иреб Чаразинского района прошел седьмой ежегодный республиканский конкурс «Хафиза в Карана». Вопросы безопасности туристов, прибывающих в регион, вновь на повестке дня. Туристическая группа в составе 15 человек, 12 из которых – женщины, выехала в село Ирганай. Выяснилось, что группа двигалась в вечернее время суток по крутой скалистой местности без сопровождения опытных гидов. И, по всей видимости, забыв, что погода в горах непредсказуема. Из-за внезапного дождя оказавшиеся между скал люди не в силах были ни подняться наверх, ни спуститься вниз. На помощь заблокированным между скал любителям острых ощущений прибыли спасатели Унцикульского поисково-спасательного подразделения в составе 7 человек и 2 единиц техники. Сотрудники МЧС оперативно оказали помощь. Эвакуация проходила с использованием горного и вспомогательного снаряжения. Группу спустили и сопроводили в безопасное место. Двум пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Родители дагестанских выпускников просят усилить психологическую поддержку детей. С таким призывом Министерство образования Дагестана вынуждено было обратиться к родителям и педагогам после трагического случая в Дербенте. Напомним, ученик 9 класса местной школы-интерната номер 2 покончил с собой из-за двойки на УГ по математике. В ведомстве считают, что педагогам и родительскому сообществу нужно поддерживать школьников, особенно в период сдачи экзаменов. В Дагестане официально отменили требования носить медицинские маски в местах массового скопления людей. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем телеграм-канале. Отмена данного ограничения, по словам Меликова, стала возможной благодаря высокому показателю вакцинации среди населения республики, который составил 85%. А вот запрет на купание в отдельных пляжных зонах республики все еще действует. Так, пляжи Махачкалы оказались самыми грязными в Дагестане. Это показал проведенный Роспотребнадзором региона мониторинг состояния морской воды. Уровень бактериального загрязнения Каспийского моря превышает гигиенические нормативы именно в черте столицы республики. Так, из 12 проб морской воды, отобранных на пляжных зонах Махачкалы, 8 проб не отвечают гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. При этом на пляжных зонах Каспийска из Бербаша и Дербента качество морской воды, по данным ведомства, соответствует нормативным требованиям. Предприимчивый дагестанец украл канализационные люки, за что и был задержан сотрудниками полиции. Сообщение о пропаже казенного имущества поступило от представителя управления ЖКХ города. Правоохранители вышли на след 23-летнего жителя Каспийска. Он признался, что передвигался по городу на автомобиле и загружал железные крышки в багажник. Таким способом мужчина похитил 17 люков, которые позже сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Часть люков полицейские изъяли, они возвращены на прежние места. Возбуждено уголовное дело. Туши спасай. Пожарно-тактические учения прошли в здании русского театра в Махачкале. По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки загорелась сцена большого зала. Администрация, вызвав пожарных, начинает эвакуацию посетителей. Сотрудники МЧС показали навыки спасения пострадавших с помощью автолестницы и веревки. Персонал Центра медицины катастроф оказал первую медицинскую помощь. Психологи провели мастер-класс по оказанию психологической помощи. Всего в пожарно-тактических учениях было задействовано 60 человек и 15 единиц спецтехники. Одно дело – читать священное писание, другое – заучивать его наизусть. В селе Иреб-Чародинского района прошел седьмой ежегодный республиканский конкурс Хафизов Корана. Призовой фонд составил 1 миллион рублей. Все подробности мероприятия в сюжете нашего корреспондента Хамзу Нурмагомедова. Лучшие чтецы Корана собрались в высокогорном селении Иреб-Чародинского района. Седьмой республиканский конкурс Хафизов собрал более сотни участников. Всего организаторы представили пять номинаций, самое сложное из которых – знание наизусть всего Корана. Конкурс проходил в два этапа – отборочный и финальный. Председателем жюри выступил член Всемирной ассоциации Хафизов-Шейх Ибрагим Азубаджи. «Дагестан стремительно развивается. Уровень заучивания и познания Корана здесь очень высок. Уверен, в скором времени выходцы из Дагестана будут занимать первые места в этой области и в других шариатских науках во всём мире. Республика идёт по правильному пути». По завершению конкурсной части состоялся маджли Салимов, на котором подвели итоги мероприятия. Победителям-призёрам вручили денежные призы и памятные подарки. Призовой фонд составил один миллион рублей. В самой престижной номинации «Знание всего Корана наизусть» победителем стал Хасан Хельми Изудинов, воспитанник Центра по заучиванию Корана имени Мухаммада Хафиза Афанди. «130 тысяч призовой фонд – это самые большие призовые, учитывая то, что здесь идёт речь о полном знании Корана, 130 тысяч, 100 тысяч и 80 тысяч». Помимо конкурсантов, денежными призами отметили наставников победителей, а также отдельных хафизов и числа слабовидящих. На маджлисе организаторы обрадовали гостей мероприятия. Среди присутствующих разыграли четыре путёвки в Малахадж-Умру. Конкурс хафизов был посвящён памяти видного общественного деятеля и мецената, выходца из села Ариб Ахматилава-Ахматилова, семья которого по сей день оказывает поддержку в проведении богоугодных мероприятий, в том числе в строительстве медресе и мечети. Призовой фонда этого конкурса также профинансировала семья Ахматиловых. Когда появилась идея провести такой конкурс по ХИПСу, мною нашей семье было это предложение с удовольствием поддержано. Почему? Потому что в своей жизни, когда отец служил, он поддерживал любые предложения, которые к ним приходили, или юзные. Что касается строительства мечетей, строительства медресе, напечатывал, финансировал печать исламских книг, уранов, других наших богословов в Саида Афанде-Кузнецове. Также мы прекрасно понимаем, что это мероприятие сегодня будет полезно для него, получить своё воззрение. Исходя из этого, конечно же, поддержали это мероприятие. И в дальнейшем тоже будем поддерживать. Духовного лидера Дагестана шейха Ахмада Фанзи посетила делегация с Дальнего Востока во главе с муфтием региона Рамазан Хазратом Алиевым. Гости поблагодарили шейха за радушный приём и отметили огромный вклад муфтиата Дагестана в деле просвещения и духовно-нравственного воспитания населения. Шейх, в свою очередь, поблагодарил гостей за тёплые слова и сделал им ряд ценных настроений. Жители регионов Дальнего Востока, у нас 11 регионов, получились благородные, начались, посетили нашего уважаемого шейха, муфтия, республика Дагестан. Я приехал из города, в Дальний Восток, город Хабарск, Комсомолск на море. Уже 30 лет там живу. По воле сущного господа, часто приезжали, тут у меня племянник учились. И вот так понравился этот город. Тем более, ахмада, такой уважаемый муфти, уважаемый алим, который здесь есть, постоянно пробуду слышали. Кофейный напиток «Махачкалина» создал участник из Чеченской республики. Фестиваль кофе, который проходил на главной площади столицы с 4 по 6 июня, завершен. Главный приз, скутер и звание лучшего бариста досталось создателю авторского напитка города Махачкала Саиду Дамбаеву из Грозного. За три дня посетителями фестиваля стали более 30 тысяч человек. По словам мэра города Салмана Дадаева, Махачкалинский праздник кофе теперь будет проходить каждый год. У нас где-то по Новому году родилась такая идея, что с учетом того, что в Махачкалинске так сильно любят кофе, и у нас такое множество кофе, необходимо, чтобы обязательно в меню присутствовал какой-то напиток, который, уезжая люди, остался у меня в памяти, у наших гостей, что в Махачкале есть такой кофейный напиток, и Махачкала очень любит кофе, все пьют кофе в Махачкале, и мы купили вот такой-то напиток, который нету нигде. Ребята нас реально удивили, не просто так они называются чемпионами, победителем становится Саид Дамбаев, и вполне заслуженно. Саид, реально вкусный напиток, очень интересный, я помню, сливочный вкус, мед, абрикосовый урбеч и топленое масло. Да, очень нежный вкус, сливочный такой вкус был. Саид и заслужил, пои ключи и пожелания Махачкале. Это было волнительно, но я постарался объединить все местные продукты, и получилось то, что получилось. Надеюсь, этот напиток будет во всех кофейных Махачкалах. Спасибо большое всем. Виноградари Дагестана могут получить господдержку в МФЦ. Это стало возможным благодаря ДОП-соглашению с Комитетом по виноградарству республики. Оформить получение такого вида поддержки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившись в любой из центров МАИ-документы. Полученное финансирование можно будет использовать как для закладки молодого виноградника, так и для обеспечения ухода за уже плодоносящими. Например, установить систему орошения или приобрести удобрения. Получатели определят в ходе отбора, который проведет комитет. К участникам предъявляются требования соответствия критериям и очередности поступления заявок. Подать заявку можно до 15 июня текущего года. Дагестанские бойцы ММА выиграли общекомандный зачет чемпионата России. Соревнования с участием более 300 спортсменов прошли в Астрахани. Подопечные тренера Шамиля Алибатырова завоевали в общей сложности 9 медалей. Две из них золотые. В третий раз чемпионат страны выиграл Шамиль Курмагомедов. Также свой класс подтвердил чемпион мира тяжеловес Шамсудин Махмудов. Кроме того, в копилке сборной Дагестана 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Боксер Муслим Гаджимагомедов одержал вторую победу на профессиональном ринге. Финалист Олимпиады в Токио провел поединок в рамках первого интерконтинентального кубка в Москве. В четвертом раунде дагестанский боксер нокаутировал Антонио Клеса и тем самым помог россиянам одолеть команду Америки. Матчевая встреча завершилась со счетом 5-0. В следующем круге 11 июня сборная России встретится с командой Азии. Радик Исаев стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы под Хэквондо в Манчестере. На турнире в Великобритании дагестанский спортсмен выступал в категории 87 килограмм. Исаев дошел до полуфинала, где уступил бойцу из Турции. Отметим, что на соревнованиях тхэквондист представляет Азербайджан. В составе этой сборной он в 2016 году становился олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро, а также выигрывал чемпионат мира. А на сегодня это все. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Зен. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин